Здравствуйте, друзья! Сегодня в выпуске. Этери Тутберидзе приходит в парное катание. Директор Самбо-70 сообщил о начале строительства двух катков для Хрустального. Ивана Урганта хейтит за выпуск с Тутберидзе. Ну а теперь обо всем по порядку. Штаб Этери Тутберидзе до этого сезона и в нынешнем большая разница. Вольно или невольно, но противостояние учениц Хрустального Пьончхани перевернуло ситуацию и вернуло фигурному катанию популярность, без которой оно было лет 10 на задворках. Приоткрывались они раз в 4 года на Олимпиадах. Не было такого телевнимания к фигуристам, бомбящего Инстаграм и других атрибутов, которые не очень-то нравятся самим спортсменам. Теперь есть за неделю в вечернем Урганте два эфира про фигурное катание. Сначала Елизавета Туктамышева, теперь Этери Тутберидзе, Данил Лихенгаус и Сергей Тудаков. Долгое время было интригой, произойдет ли капитализация бренда Тутберидзе. До последнего сезона этого не наблюдалось. Лучший тренер России сходила к Владимиру Познеру, но чаще от журналистов отмахивалась. В этом сезоне что-то изменилось. Появились спонсоры, даже фирменные маски на лицах во время чемпионата России. Это уже немало. Урган сделал ставку на шутки вокруг жесткого образа Тутберидзе. Надо сказать, что он и команда хорошо подготовились к передаче. Знали, что Тудаков – самый малоизвестный участник трио. Урган поразил его знанием о титуле победителя «Золотого конька Загреба» 1990 года. Вбросили тему парного катания и спалили всех троих. Оказывается, никто из трио не подписан на Илью Айрбуха, что было раскрыто во время совместной игры. Начался эфир с того, что Ургант намекнул, что подопечные Тутберидзе будут кататься на Олимпиаде под песню стоявшего рядом Басты. Тренеров представили как триумфаторов, благодаря которым у нас все самые важные награды, которых никогда не было. Басту как Ваську Рэпера. Довольно необычно для себя интервью начал даже не Ургант, а Сергей Тудаков. Ну что, по домам? Ургант начал с того самого интервью Познеру, и Тутберидзе даже призналась, что готовилась и выписывала вопросы Марселя Пруста. А меня спросили, восход или закат. Видимо, ко мне отнеслись как к спортсмену. Тонко пошутила Этери Георгиевна. Далее было обсуждение процесса постановки программ. Тут тренеры, как обычно, говорили о совместной работе, но не обошлись без троллинга. Ургант, допустим, я фигуристка. Как вы будете ставить мне программу? Тутберидзе. Вначале мы вас спросим, как вы себя видите, а потом все равно сделаем то, что нужно. Ургант, а что делаете вы, Сергей? Тудаков, а я просто оцениваю. Лихенгаус, это лучший удочник мира. Ургант, рыбачите? Все это сопровождалось смехом полного зала подопечных тренерского штаба. Тутберидзе. Последовательность элементов мы продумываем сразу и дальше стараемся, чтобы это совпало с музыкальными акцентами, образом. А потом спрашиваем Сергея Викторовича, ну что, как? Тутберидзе. Я говорю переделать. Срочно. Лихенгаус. Да, это на показательный. Тутберидзе заодно умело применяла сарказм и на своих учениках. На вопрос о том, как распознать талант в юном фигуристе, она, смотря в зал, ответила. Как понять, талантлив ли? Вот я до сих пор не знаю, они тут с талантом или нет. Затем прозвучал действительно важный диалог с точки зрения настоящего момента в фигурном катании. Тутберидзе де-факто объявила о своем приходе в парное катание. Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что самая опытная российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов работают с сегодняшними гостями Урганта. Ургант, вы начинаете работать в сторону пар? Тутберидзе. Но это интересно. Мне кажется, там какой-то пробел. Я вижу, что парники, к сожалению, почему-то плохо прыгают. Конечно, они очень много времени тратят на парные элементы, но если их правильно поддерживают, то они будут лучше прыгать. И не всегда мне нравятся программы. Мне кажется, немного время ушло вперед, а какие-то пары остались. Ургант, вы готовы туда идти? Тутберидзе. Мне это интересно, да. Также ведущие и гости обсудили Олимпиаду. Здесь, как показалось, Иван не прочувствовал сути момента. Тберидзе говорила о том, что желающих поехать много, а всего три места. Ургант, слыша печальный тон тренера, с иронией спрашивал, есть ли шансы победить, подразумевая очевидный статус фаворита. А затем предположил, что та не хочет сглазить. Но достаточно было посмотреть в зал, там сидели минимум пять прецеденток на эти три позиции. Тутберидзе пододожила тему словами. Мы будем делать максимально, что мы можем, а дальше с вашей помощью. Закончился эфир сцены из индийского сериала или какой-нибудь передачи «Жди меня». Глихенгаус и соведущий Урганта Дмитрий Хурсталёв вспомнили, как работали вместе. Даниил тренировал Митю, а тот преподавал хореографию фигуристам 25 лет назад. Не хватало только Авербуха, выходящего из-за кулис и рассказывающего, как он катался в паре с Тутберидзе. Урганта, сидя в метре от Тутберидзе, прокомментировал. «А мы просто делимся интересной информацией? Тогда у меня жена Грузинка, имея в виду Наталью Кигнадзе». Докончил всё тем, что Тутберидзе с улыбкой отметила, что не чувствовала поддержки своих учеников во время передачи. А Урганта на финальных аплодисментах сказал «Мы все сидим, смотрим, а Этери ещё и считает, кто сколько хлопал». Но самое интересное, конечно, с каким настроением этот эфир посмотрит Тамара Москвина. В парном катании становится ещё интереснее. Раскручивать его идёт Этери Тутберидзе. С Тарасовой и Морозовым продолжит работать Максим Дураньков. Но два великих тренера, которые, казалось бы, не могли столкнуться друг с другом, всё ближе к очному противостоянию в следующем сезоне. Также есть вероятность, что Этери Тутберидзе пойдёт по стопам Татьяны Тарасовой, которая со своими учениками добилась медали Олимпиады во всех видах фигурного катания. В группе Этери уже занимаются лучшие в мире фигуристки и очень перспективные одиночники. А её дочь Диана Дэвис в дуэте с Глебом Смолкиным официально прикреплены к Хрустальному, хотя и тренируются у Игра Шпильбанда в США. Таким образом, планы по работе с парниками могут окончательно превратить Этери в универсального специалиста. В парах обычно выступают уже взрослые и состоявшиеся спортсмены. И пока не ясно, удастся ли Тутберидзе добиться с ними такого же успеха, как с юными девочками. Но амбиции Этери налицо, а значит уже в ближайшее время нас ждут невероятно интересные события. Тутберидзе готовит громкую сенсацию, способную кардинально изменить расклад сил в фигурном катании. Директор Центра спорта и образования Самбо-70 Ренат Лайшев рассказал о строительстве новых ледовых катков в Москве. Ведутся начальные работы по возведению двух катков в Ясенево. Это пока, грубо говоря, еще не само строительство. Но начало положено. Это решение правительства Москвы и департамента строительства. Мы все ему очень рады и с нетерпением ждем новых аренд. Главный проситель и инициатор и вдохновитель строительства Этери Георгиевна Тутберидзе. Она была в приемную у Сергея Семеновича Собянина, разговаривала об этом. Как я понимаю, все прошло успешно, так что мы в ожидании. Может ли часть группы Тутберидзе переехать туда? Да, конечно. В первую очередь речь о наших многочисленных детках, которые приходят заниматься, глядя на наших прославленных чемпионов. А по поводу сроков строительства конкретно сказать не могу. Это очень непредсказуемое дело, сказал Лайшев. Многие болельщики остались в восторге от выпуска вечернего Урганта, в гостях которого была Этери Тутберидзе, Даниил Гельхенгаус и Сергей Дудаков. Спасибо вам, наши дорогие Этери Георгиевна, Даниил Маркович, Сергей Викторович. Спасибо вам огромное за тот праздник, который вы нам подарили. Самая скромная Великая Лига Справедливости. Великолепная тройка. Этери очень красиво выглядит. Гениальные тренеры и отличные люди. Отличный выпуск. Какие скромные, веселые, искренние, непафосные. Три великих тренера. Поклон им за их работу и нашу гордость. Еще раз можно убедиться, что величие и скромность неотделимы друг от друга. Браво, Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил Маркович. Команда великих пусть так и продолжается. Все трое замечательные. Этери Георгиевна прекрасна, Даниил обаятельный, Сергей добрый и весельчак. Спасибо за эту встречу. Было приятно видеть, слышать, общаться и радоваться. Вот почему она первая в мире. Приходит в выходной на лед. Это как надо относится к своей работе. Спасибо, что позвали. Этери Георгиевна, Сергей Викторович, Даниил, вы лучшие. Спасибо за все, что вы делаете для своих ребят и для нашей страны. Отличный выпуск, интересный и очень позитивный. Но были и те, кто посчитал выпуск не особо удачным. По их мнению, Иван Ургант даже не готовился. Я тоже заметила, как не подготовлен был Ургант. Передача пустышная. Таких великих людей пригласили на эту пустышную передачу. Очень ждала передачу. Этери была напряжена и мне показалось ей было некомфортно. У Познера такая милая и улыбчивая сидела, а тут немного как ежик. Обнять ее хотелось. Мне кажется, она устала от разговоров об ее жесткости и решила, да пожалуйста, такой и стану. А мне она нравится. И не только мне. Ведь правда? Какие же глупые вопросы задает Ургант. Браво, любимая троица. Ивану хочется пожелать, чтобы лучше готовил вопросы, интересные для таких гостей. А Ургант был скучноват. Плохо подготовился. Дудаков веселый и остроумный. Ургант сегодня ужасно разочаровал. Он даже к Тутберидзе обращался. То Этери Георгиевна, то Этери. Она только Этери Георгиевна. Некрасиво. Надо готовиться, Иван, к встрече таких талантливых профессионалов. Иван как дурачок. Надо думать, с кем как вести беседу. Тренеры даже не поняли, зачем их пригласили. Ургант как можно так нудно с такими людьми, как скучно и тупо. Такие герои и так монотонно и хмурый жить. Субтитры создавал DimaTorzok